Сегодня величественный пятый форт не принимает гостей и экскурсий. Пока пушки орудия времен Великой Отечественной войны отстаиваются в Березовой роще, стены комплекса ограждены лесами, по всей территории рассредоточены строители. Работа детальная, точечная, ее объемы разделили реставраторы. Объект является историко-культурной ценностью, поэтому ошибки здесь быть не должно. Конечно, форт номер пять – один из наиболее сохранившихся фортов Брестской крепости. Тем более, что 20 лет он уже находится в работе, как музейный объект. То есть мы проводим здесь экскурсию. Даже в прошлом году, если взять показатели, то было более 22,5 тысяч человек. Посетители у нас в пятом форту. То есть это уже работающий был объект, которому не хватало постоянной экспозиции. И вот благодаря этим работам мы надеемся, что к концу года в левой части казармы пятого форта будет шесть экспозиционных залов сделано. Ну, не только будут эти залы экспозиции, но и в других частях форта тоже будет фрагментарная экспозиция сделана. Это и в горжевом двухэтажном капонире, в Патерне, в подземном коридоре. Работы на объекте проводятся при поддержке бюджета союзного государства. На реставрацию, ремонт и музеификацию было выделено более 50 миллионов российских рублей. Со временем у пятого форта появится и постоянная экспозиция. С помощью исторических диорам планируется воссоздать и отдельные элементы быта солдат того времени. В процессе реставрации ученым и строителям открылось много интересных фактов. Они обязательно станут элементами будущей экспозиции. А пока же их администрация комплекса держит в секрете. Были интересные находки и с надписями, и даже с изображениями. Ну, оставим интригу. До открытия пятого форта. Потому что, ну, некоторые открытия, ну, потрясающими были для меня. Например, мы надеялись и верили, что это где-то есть у нас. Ну, благодаря реставрации эти художественные образы открылись. На нас они произвели большое впечатление. Я надеюсь, посетители, когда это увидят, тоже будут удивлены и обрадованы этим находкам. Сотрудники мемориала «Брестская крепость-герой» достаточно давно взяли курс на то, чтобы оживить важные объекты комплекса. Так постепенно здесь появляются новые выставочные проекты. Одной из последних стала экспозиция, рассказывающая о подвиге защитников восточного форта, открывшаяся 3 июля. В числе главных экспонатов – знамя 393-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. Его нашли во время поисковых работ в крепости в далеком 1956 году. Экспозиция – рассказ о судьбах людей и их подвиге. В любой истории, в любом событии, наверное, самое важное – это человек. И что он сделал для себя, для своих родных, для близких, для страны, в конце концов. Мы в тех экспозициях не так активно, может быть, рассказывали об обороне Восточного форта. Учитывая, что здесь много защитников, к счастью, пройдя плен фашистские концлагеря, они выдержали и остались много живых после войны, мы о них даже немного больше знаем, чем о некоторых защитниках в других местах Брестской крепости. Поэтому мы снова рассказываем о судьбах тех, кто защищал Восточный форта. И работа эта будет продолжена, ведь в летописи цитадели еще есть пробелы, которые требуют детального изучения. Продолжение следует...